Ассамблея, которая собирается ежегодно, и там выбирают президента и, соответственно, вице-президента. Вот впервые стал представитель России. Ну, во-первых, я этому очень рад, потому что представители России должны присутствовать во всех органах, где это только возможно. Начиная от спортивных и заканчивая каким-нибудь международным валютным фондом, Советом Европы и прочее. Чем больше будет представителей России, тем проще Россия будет лоббировать свои интересы. Что касается конкретно Интерпола, очень как-то даже я вообще ждал этого события, потому что так получилось, что одним из первых, когда Россия вступила в Интерпол, об этом событии написал я. Я удивлен, что этого не случилось раньше, потому что именно Россия настолько стояла у истоков этой организации, что многие даже сейчас это не представляют. Ну, принято считать, что вот Интерпол в том виде, в котором он сейчас существует, он сформировался в 1956 году в Вене, но на самом деле это было гораздо раньше. В 1914 году впервые прошел так называемый Конгресс представителей уголовной полиции в Монако. Ну, там было всего, по-моему, порядка 14 стран. И вот одно из этих стран, полицейские, которые представляли, были как раз представители Российской империи. То есть, вот у самых истоков создания образования Интерпола или международной организации уголовной полиции были как раз именно Россия. Потом произошла там с перерывом на войны, все это дело как-то затихало, в 1956 году возобновилось, но уже без СССР. Вот. И в 90-х годах, то есть, это вот, ну, как бы так, можно сказать, что Интерпол – это одно из таких вот первых самых организаций, с которыми наша страна подружилась, ну, условно говоря, внутренними органами, да. То есть, это вот одна из первых. Еще было СССР, еще действовали там самые различные там поправки, там, Дженссон и Веник, ну, дискриминирующие, да. Еще продолжали к нам там относиться, ну, как к империи зла там своеобразной. Тем не менее, вот, полицейские пошли на сотрудничество с нашей милицией, вот. И в 90-м году СССР был принят на, тоже на Генеральной Ассамблее, структуру Интерпола. У нас, как бы вот, ну, благодаря там киношникам, немножко идеализируют эту организацию, считают, что это какие-то супермены, там, стрельба в погоне. На самом деле, это не совсем так. Это, ну, как бы вот, просто для представления, это такая бюрократическая организация, вот, которая занимается обработкой огромного количества бумаг со всего мира. Там регистрирует их, сортирует, там, по значкам, допустим, там, желтый значок, это, по-моему, человек пропал без вести. Черный значок, это, там, где-то обнаружили неизвестный и неопознанный труп, вот, там, другой цвет значка, это, значит, человек объявлен в розыск и так далее. Вот, вот, обработка вот этой вот информации, этим и занимается вот Интерпол, это просто для понимания. Вот, ну, как бы, во-первых, символично, что нашего человека избрали туда в День милиции, я считаю, что это хороший подарок. Интерпол, мы всегда, Россия всегда относилась к этому очень ответственно, ну, например, значит, вот, я уже сказал, что, как бы, высшим органом является ассамблея, вот, но там же избирается исполком, исполнительный комитет, который ведает текущими делами. И в различных странах существуют такие вот национальные бюро Интерпола, у нас сразу национальное бюро, оно было встроено в структуру МВД, Министерство внутренних дел, вот, и Россия всегда ответственно очень подходила к сотрудничеству этой организации, выполняла на себя все, как бы, обязательства взятые, вот, поэтому я считаю, это заслуженно, это хорошо, это здорово, по полному праву, если вот то, что я рассказал про Россию, Российскую империю, да, как одна из стран, которая стояла, начинала это дело о сотрудничество полицейских всех стран, вот, и то, что наконец-то стал наш человек, да, вызывает у меня, конечно, чувство радости и, ну, небольшого такого удивления, что, вот, ну, могло бы такое событие произойти раньше, ну, лучше позже, чем никогда. Вот, я думаю, что, несмотря ни на что, с Интерполом сотрудничество России будет продолжаться, вот, то есть мы никогда не хотели прерывать это. Интерпол, сразу скажу, хочу заметить, это организация, в уставе которой строго запрещено заниматься политической, религиозной какой-то деятельностью, в смысле, влезать вот во все эти дела, ну, например, по линии Интерпола не могли бы разыскивать, скажем так, Усама Бен Лана, да, чтобы он не совершил, ну, так как там были политические составляющие, там, военные преступления, да, вот этим организация не занимается категорично, и просто у некоторых возникает недоумение, когда там, ну, как же так, вот, вроде бы какая-нибудь одиозная личность, а ее не ищет Интерпол, Интерпол и не будет искать никого, кроме уголовных преступников. Ну, вот, как-то, что касается Интерпола, то вот так. Продолжение следует... Ну, по поводу реформ Министерства внутренних дел, я считаю, что они идут постоянно. Я считаю, что вот изменения, связанные с переименованием, они не прошли просто так. Я считаю, что вот, начиная даже с каких-то мелочей, когда там на современных полицейских приятно просто посмотреть с эстетической точки зрения, да, радует глаз. Внешне ли как было, это вот ужасная как бы форма, это вот грубость, да, то есть лично я там за последнее, там, я не знаю, уже там достаточно длительное время, обращаясь, там, к полицейским за тем или иным, там, ну, советом, например, как пройти куда-нибудь, да, вот, я даже как-то вот у себя замечаю, что у меня произошли изменения в сознании и восприятии полицейских, потому что, ну, скажем так, там, лет 10 назад вряд ли я захотел бы подойти лишний раз к милиционеру, по каким-то бытовым вопросам спросить там, как куда-либо пройти, наоборот, я постарался как-нибудь так вот обойти, чтобы лишний раз не сталкиваться, да. Я считаю очень, вот эта вот мера, например, по поводу реформы, что начальство отвечает за деяния своих подчиненных, и мы это видели неоднократно, когда увольняли не только проштрафившихся полицейских или совершенных преступлений, но их начальство получало выговоры, получало, так сказать, неполные служебные соответствия, ну, вот последний случай, это связано вот с этим самым гражданином, я его не хочу называть не по фамилии, не захочу называть не по, так сказать, бывшему званию в квартире, у которого нашли миллиарды, так сказать, рублей, вот. Но там, насколько я знаю, было уволено, по-моему, два человека непосредственно, и еще трое из, так сказать, высшего командного состава МВД получили неполные служебные соответствия, то есть это предпоследний шаг к увольнению с позором, да, вот. Вот. И вот такая вот в хорошем смысле круговая ответственность, да, раньше была у них круговая порука, а сейчас стала круговая ответственность, это здорово. Это, конечно, не означает, что у нас ушли все проблемы, вот, но то, что полиция сегодняшняя и милиция, скажем так, там, десятилетней давности, даже пятилетней давности, что это две большие разницы, это, по-моему, ощутимо. Я не считаю, что должны быть сейчас, в данный момент идти, проходить какие-то радикальные реформы, да, вот. Но то, что вот этот организм, который был, как и многие структуры в нашей стране, болен после 91-го года, иногда казалось, что и смертельно, что не будет выздоровления, вот этот организм внутренних органов, да, сейчас нет такого ощущения, у многих людей нет такого ощущения. Да, есть какие-то болячки, вот, которые, там, будут, я надеюсь, лечиться, вот, но организм будет здоровым, будет жить, и это вот главное. Поэтому я считаю, что какое сейчас кардинальное хирургическое вмешательство именно конкретно в структуру МВД тех людей, которые занимаются розыском преступников, а я немного отделяю там, хотя это и входит там в структуру, ну, там есть и другие функции у МВД, да, но я сейчас именно, что касаемо розыска преступников. Я считаю, что сейчас это проводится на хорошем, качественном уровне, что сейчас наши коллеги по профессионализму ничем не отличаются от западных, многому можно поучиться, просто они прошли такую школу, связанную с валом преступности, и как-то все-таки эта волна их не накрыла с головой, они умудрились в этой волне выстоять, что, я думаю, наши могут многому поучить своих каких-то западных коллег. В общем, я смотрю на правоохранительные органы сейчас с оптимизмом, вот, и не думаю, что надо сейчас, в данный момент, что-то кардинально предпринимать для, скажем так, каких-то таких вот реформ.